Де-факто на телеканале Беларусь 4 события и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. Несостоявшееся свидание подтолкнуло вора ограбить пенсионерку. В Житковичах расследуется уголовное дело. В паровой месте он поджег автомобиль. Подробности и обстоятельства возгорания иномарки в Гомеле. Истории пьяных за рулем за 4 дня рейдовых мероприятий инспекторы ГАИ выявили 42 нетрезвых водителя. Сезон охоты продолжается. В регионе за ружье взялись не только легальные охотники, но и браконьеры. О борьбе с нарушителями репортаж Вероники Гомзюковой. О правилах охоты и тонкостях природоохранного законодательства поговорим с заместителем начальника Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира Андреем Петрусевичем. И начнем, как обычно, с дайджеста новостей о происшествиях в Гомельской области за неделю. Приехал в Житковичи, чтобы наладить личную жизнь. В итоге ограбил пенсионерку. Несостоявшееся свидание с женщиной, с которой житель Хойников познакомился в интернете, видимо, так обескуражило приезжего, что он пошел на преступление. Два дня мужчина бродил по городу, переночевал у новоиспеченного знакомого, а потом отнял пакет продуктов у пожилой женщины, которую приметил на утро возле магазина. Видимо, сильно проголодался. Добычей злоумышленник оказались не только продукты, но и ключи от квартиры, а также кошелек, в котором находилось 90 рублей. Мужчину задержали, и теперь ему грозит до шести лет лишения свободы. К поджогу легкового автомобиля в Гомеле на Реческом проспекте может быть причастен бывший муж владелицы машины. Напомним, иномарка загорелась в начале недели возле многоэтажного жилого дома. О возгорании сообщили очевидцы происшествия. Они же вместе со спасателями участвовали в тушении пожара. Недоброжелатель разбил лобовое стекло иномарки, чтобы учинить поджог. Пока это главная версия причины возгорания. Следствие устанавливает мотивы. По предварительной информации, они кроются в обиде мужчины на нежелание хозяйки продавать авто, которое некогда принадлежало обоим супругам. Возбуждено уголовное дело. В Гомельской области за сутки произошло сразу три наезда на пешеходов. Пострадали две женщины и мужчина. Все инциденты произошли в темное время суток. Два случая в Гомеле и один в Калинковичах. В операционное отделение больницы попал пешеход, который переходил в областном центре дорогу по улице Ильича. На одежде мужчины не было фликера, и проезжую часть он переходил в неположенном месте. Сбил 51-летнего пешехода водителя автомобиля марки «Мерседес». А на улице Междугородней в районе дома номер 2 пострадала 67-летняя женщина. Ее сбил форт на пешеходном переходе повышенной видимости. Пешехода не заметил пожилой водитель. В Калинковичах на больничную койку отправилась 53-летняя горожанка. При переходе улицы она нарушила правила дорожного движения. Впрочем, есть и вина водителя. Он управлял легковым автомобилем, при том, что никогда не получал водительского удостоверения. В Речице задержана 37-летняя местная жительница, занимавшаяся реализацией психотропа «Альфа-ПВП». В ходе осмотра ее автомашины была обнаружена сумка, а в ней сверток с наркотическим веществом. Фигурантку уголовного отдела заключили под стражу. На попечении ее мужа осталось двое малолетних детей. Итоги рейдового мероприятия, направленного на укрепление транспортной дисциплины, профилактику совершения ДТП с участием нетрезвых и бесправных водителей, подвели на этой неделе госавтоинспекторы. За четыре дня было выявлено 122 водителя, которые управляли транспортными средствами, не имея на то права, и 42 в состоянии алкогольного опьянения. Свыше 500 автомобилей передвигались по дорогам области без пройденного гостехосмотра. 6 ноября на улице Мира в Житковичах экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль «Мерседес», который вилял по дороге из стороны в сторону. Водителю с помощью проблесковых маячков и звуковой сигнализации был подан сигнал об остановке транспортного средства. Мужчина тут же остановился и вышел из автомобиля. Подняв руки вверх, он сразу сознался, что нетрезв. Однако не все водители хотят отвечать по закону за подобное нарушение. Ведь им грозит лишение прав и ощутимый штраф. Поэтому некоторые пробуют скрыться, вовлекая инспекторов в погоне. В этот же день на улице Советской Гомеля водитель автомобиля «Ситроэн» проигнорировал требования сотрудников ГАИ об остановке и продолжил движение. Началось преследование. Уйти далеко нарушителю не удалось. На ближайшем светофоре он попал в пробку. Кроме того, что водитель был пьян, так он еще и никогда не получал водительское удостоверение. А вот пьяного бесправника в Петриковском районе вовремя остановить было некому. Результат – ДТП и госпитализация родной дочери. В субботу в 4 утра автомобиль «Форд Транзит», двигавшийся со стороны города Житковичи в направлении Калинковичи, из-за неправильно выбранной водителем скорости, съехал в Кювет, где после столкновения с деревом опрокинулся. В результате транспортного происшествия 10-летняя девочка, дочь водителя, которая ехала на переднем пассажирском сидении, не была пристегнута ремнем безопасности, а также перевозилась без детского удерживающего устройства, получила травмы различной степени тяжести, с которыми была госпитализирована в больницу. Водителя также второй пассажир травм не получили. В парах выдыхаемого ее отцом воздуха зафиксировано свыше 1 промилле алкоголя. Глава семьи был ранее лишен водительских прав. Тихосмотр автомобиля не пройден. Не было страхового свидетельства. Стоит добавить, что отсутствие отметки о прохождении гостихосмотра достаточно частое нарушение. Только за 4 дня выявлено 532 подобных факта. С начала года число нарушителей в Гомельской области приблизилось к 60 тысячам. По последним данным унитарного предприятия «Белтехосмотр», только 28% от зарегистрированных автомобилей проходят эту обязательную процедуру. Кому-то проще заплатить штраф, чем дорожный сбор, обязательный к уплате при прохождении техосмотра. А кто и вовсе идет на преступление, предлагая разного рода дельцам взятку за постановку заветного штампа в сертификате. Однако, когда при проверке выясняется, что штамп в сертификате поддельный, хозяин автомобиля подпадает под статью уже не административного, а уголовного кодекса. На экспертизу приходят сертификаты прохождения государственного технического осмотра вместе с образцами отисков штампа соответствующего предприятия, где проходился техосмотр. Благодаря современному оборудованию и опыту работы в данном направлении выявить факт, что отиски нанесены не предприятием, не составило проблем. Показательным примером может послужить суд Речицкого района в отношении 29-летнего жителя Гомеля, состоявшийся в октябре этого года. Обвиняемый, будучи посредником, получил от гражданина денежные средства в сумме 120 рублей. После, передав деньги иным лицам в качестве взятки для должностных лиц унитарного предприятия «Белтихосмотр» за проставление в сертификат отметки о прохождении государственного технического осмотра транспортного средства. Однако обвиняемый свой умысел, направлен на пособничество в даче взятки, не довел до конца, по независимым от него обстоятельствам, поскольку указанные денежные средства были присвоены иными лицами и сертификатия прохождения государственного технического осмотра транспортного средства были проставлены в оттиски поддельных штампов. Затем этот документ обвиняемый передал гражданину. Суд признал гомельчанина виновным в пособничестве в использовании заведомо подложного документа, а также в создании условий для дачи взятки и окончательно назначил наказание в виде исправительных работ сроком на два года с удержанием средств в размере 15% от общей суммы заработка и штрафом в 50 базовых величин. Осень – любимая пора у охотников. Добывать разрешено и копытных, и пушных, и пернатых. Можно охотиться индивидуально или загоном в коллективе. Главное, чтобы по правилам. Однако некоторые стараются обойти закон. Какими уловками для этого пользуются браконьеры и как инспекторы борются с нарушителями, выясняла наш корреспондент Вероника Гамзюкова. Собираясь на промысел, охотнику следует проверить, не истек ли срок действия его удостоверения или разрешения на оружие, уплачена ли госпошлина. Кроме того, снаряжение и боеприпасы должны соответствовать выбранному типу охоты. Однако даже опытные охотники совершают грубые ошибки. В начале сентября егерь охотничьего хозяйства обнаружил прикопанные останки лося около деревни Большие Овтюки. Однако охота на этот вид животных в эти дни не проводилась. На извлеченной шкуре обнаружили несколько дробовых отверстий. Это навело на мысль, что браконьером мог оказаться охотник-утятник, находившийся в угодьях на законных основаниях с сезонной путевкой на птицу. Инспекторы проверили охотников в ближайших селах. У одного из жителей деревни Гулевич и на веранде нашли мясо лося общим весом 153 килограмма. Мужчина является охотниками и имеет зарегистрированное оружье. Он признался в незаконной добыче сахатова. Часто нарушителями становятся охотники-любители. Они используют капканы и петли. Как говорят профессионал, эти орудия становятся пыточными для животных. Это все ставится на чернотропах. Да, есть множество. Мы обнаруживаем их, изымаем данные орудия охоты. Но есть, которые мы и не наблюдаем. То есть и вероятность того, что дикое животное, попавшее в эту петлю, либо капкан, высвободится живым, никакой. Петли в лесу видел, срезали их, конечно. Это очень поганое дело. Во-первых, животное долго мучается перед тем, как умереть. А если не умирает, то все равно где-то оно уже не сможет нормально жить, если вырывает ногу. Нога отсыхает, бывает, попадает в петлю. Поэтому я считаю, что это очень плохое дело. И надо пресекать на корню, если с этим сталкиваешься. Но иногда животным попавшим в петлю на помощь успевает прийти егерян. Например, в Витебской области охотник-нелегал установил 44 петли для добычи копытных. В две из них попали лоси. Одного удалось спасти. Его вовремя заметили и освободили госинспекторы. Второй с охатой погиб. У нас есть охотпользователи, которые планируют, смотрят за охотничьими животными, регулируют их численность. А получается, браконьеры нелегалы, они добывают их. И тем самым уменьшают количество диких животных. Сейчас открыт осенне-зимний период охоты. А это значит, добычей могут стать пушные виды животных. Кроме того, по 31 декабря разрешена охота на лося и косулю. Регулярные инспекторы проводят рейды, в ходе которых и проверяют разрешение на отстрел определенных видов. Кстати, в скором времени стать объектом охоты могут и олени. Для старта охоты на оленей популяция животных должна достичь необходимого количества. Занимается этим областная организация Белорусского общества охотников и рыболовов. В наших лесах животные чувствуют себя хорошо и активно размножаются. Выпускали их отсюда. Раньше это был вольер размером в 9 гектаров. Кстати, животные периодически возвращаются на эту территорию. Следы свежие копыт вот есть. Ночные были. С ночью они здесь были? Да, 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 были, были. Так что мы сейчас их начнем немножко попозже подкармливать и будем всю зиму. Сено завезем сюда и овес будем скармливать их, чтобы они в основном зиму находились здесь. Их так легче контролировать. К слову, для того, чтобы стать охотником, человек должен пройти теоретическое обучение на базе Белорусского общества рыболов и охотников. Затем он уже может получать лицензию на охоту и разрешение на оружие. Однако, обычно знакомство с охотой начинается раньше. Например, друзья или родные приглашают человека на загонную охоту, чтобы он посмотрел и решил для себя, нравится ли ему это. Разрешение на огнестрельное оружие нарезное сейчас по новым правилам выдается через год. Я считаю, что это плохо сделали, потому что охотник должен состояться как охотник и узнать все нюансы охоты. Ну, хотя бы несколько лет поохотиться, узнать, что это такое, поохотиться в коллективной охоте, потому что коллективная охота предусматривает особые меры предосторожности при обращении с оружием. А тем более, если нарезное оружие, там пуля летит за два километра, поэтому нужно тысячу раз подунь, прежде чем нажать на курок. За особо злостное браконьерство нарушители помимо штрафов могут даже лишиться свободы. Например, один год и три месяца проведет в колонии строгого режима охотник-нелегал, добывший минувшей зимой с помощью петли косулю и уже трижды судимый за незаконную охоту. К двум годам заключения приговорены браконьеры, застрелившие оленей и двух беременных самок под Минском в апреле прошлого года. Вероника Гомзюкова, Андрей Иванов, Евгений Макеенко. Специально для программы «Дефакто». О нарушениях правил охоты, методах борьбы с браконьерами и нюансах природоохранного законодательства поговорим с заместителем начальника Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира Андреем Петрусевичем. Андрей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Расскажите, пожалуйста, как выглядит статистика по фактам нарушений природоохранного законодательства, связанных с незаконной охотой на зверя и птицу в Гомельской области? В 2017 году было выявлено 97 нарушений, из которых 10 преступлений и изъято 83 единицы огнестрельного оружия. В 2018 году уже было выявлено 104 таких нарушений, из которых 12 преступлений и изъято 95 единиц огнестрельного оружия. Что можно говорить про 2019 год? Пока говорить еще рано, поскольку он не закончился, но за 10 месяцев текущего года было выявлено 75 таких нарушений, из которых 11 преступлений и изъято 45 единиц оружия. Чтобы наши зрители понимали, вот какова динамика? Больше выявляется таких правонарушений? Меньше? Какова ситуация? Ну, судя по 2017 и 2018 году, то немножко динамика увеличилась. Ну, по итогам 2019 года посмотрим. Сегодня браконьеры прибегают к разным методам охоты, скажем так. Какие виды нарушений и виды браконьерства сегодня больше всего волнуют инспекторов охраны животного и растительного мира? Больше всего волнуют браконьеры, которые занимаются незаконной добычей диких животных при помощи петель. Поскольку мы считаем, что это варварский метод, дикое животное, попадая в петлю, пытаясь из нее выбраться, погибает из-за удушения. Также в эту петлю может попасть охотничья собака. Гражданин, который законно находится в охотничьих угодьях, охотится с использованием охотничьей собаки. И понятно, какое будет у него мнение о таких браконьерах, поскольку он эту собаку растил, воспитывал, дрессировал и из-за кого-то, чтобы она погибла. Как раз здесь сюжетом и видели, что эти петли, они просто действительно варварский способ. И помимо того, что вред животным причиняется, так, скажем, ну это просто абсолютно такой неприемлемый способ. Как часто прибегают к нему, скажем так, нелегальные противоправные охотники? Ну, в 2017 году было изъято 26 прочих запрещенных орудий охоты, в том числе в эту цифру входят и петли. В 2018 несколько больше, 51 такое прочее орудие. И за 10 месяцев текущего года было изъято 23 прочих орудий охоты. Каков на сегодня портрет современного, вот, нелегального охотника, браконьера? На сегодня личность браконьера, значит, не изучена, поскольку такие преступления являются латентными. Но тем не менее, кто это? Люди в возрасте, люди с каким-то определенным социальным положением или простые граждане, которые охотятся, чтобы там обеспечить себе продукты на стол? Ну, эти люди, они могут быть с противоположными качествами, различаться по возрасту, социальному статусу, интеллектуальному и образовательному уровню, занимающими определенные положения в обществе. То есть, все, что их объединяет, это любовь к охоте? Ну, как правило, если разграничивать совершение нарушений преступлений по незаконным охотам, то можно их разграничить так, что это незаконная охота из корыстных каких-то побуждений, жажда наживы, либо те, у кого недостаточное материальное положение. Ну, и, конечно, как правило, те, которые с достатком, это азарт. Ну, за данные виды преступлений предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Расскажите, какие сроки сегодня реально грозят нарушителям и каковы штрафы? Да, действительно, административная и уголовная ответственность, и все зависит от того, кто совершил правонарушения, при каких обстоятельствах, на какой территории, какой вид дикого животного незаконно был добыт. Если говорить об административной ответственности, то это от 20 до 50 базовых величин с конфискацией орудий охоты, либо без, и обязательно это идет лишение специального права, то есть права охоты. Что касается уголовной ответственности, то максимальное наказание до 6 лет лишения свободы с ограничением заниматься определенной деятельностью, занимать определенные должности и со штрафом. Часто ли выносятся обвинительные приговоры в плане ограничения либо лишения свободы нарушителям? Выносятся, да, такие приговора в тех случаях, когда уже вред причинен окружающей среде в особо крупном размере и когда данный гражданин уже не первый раз попадается на браконьерство. Не всегда люди, которые занимаются охотой, сознательно идут на правонарушения. Часто они становятся жертвами собственных неправильных представлений о требованиях природоохранного законодательства. Какие вы можете привести примеры, когда человек по незнанию стал нарушителем? Бывают ситуации, когда браконьер незаконно добывает какую-либо дичь и звонит своему знакомому, чтобы тот приехал на своем транспортном средстве и помог ему ее переместить, транспортировать куда-либо. В данной ситуации, в зависимости от того, какое было добыто дикое животное, будет либо административная, либо уголовная ответственность. И если это крупная дичь, то у браконьера это будет уголовная ответственность по незаконной охоте, а у его помощника, который ничего не добывал, а просто оказывал помощь в перемещении и транспортировке, также будет уголовная ответственность за незаконное перемещение, транспортировку диких животных, поскольку у них нет документов. То есть независимо от того, сдал этот друг или знакомый о содержании просьбы, либо как бы не знал, да? Совершенно верно. Хорошо, а с какими вопросами чаще всего сегодня обращаются в инспекцию охотники и какие моменты их интересуют? Есть несколько популярных вопросов. Один из них – это можно ли пристрелять свое охотничье оружие в каком-либо овраге, который находится недалеко от населенного пункта и одновременно он не расположен на территории охотничьих угодий. Согласно правилам, пристрелка охотничьего оружия должна производиться в охотничьих угодьях, в специально отведенном для этого месте. И еще один популярный вопрос – это осенняя охота на зайца. Это октябрь месяц. Условие такое, что с собакой-гончей, имеющей полевой диплом по зайцу, либо лисице. Задают вопрос, может ли охотник охотиться с собакой, которая ему не принадлежит. Ну, то есть взять у друга, например. Значит, ну, может, поскольку правила запрета такого нету, а лишь одно условие, чтобы собака имела диплом. Иногда вопросы возникают о правилах ведения охоты в охотничьих угодьях. Да, какие здесь нюансы? Один из нюансов – это запрет на ношение пули и картечи в охотничьих угодьях при проведении оружейной охоты на ненормируемые виды. Самые популярные такие, как заяц, утка, гусь. То есть, если правилам, допустим, владельца этого охотничьего угодья установлен именно такой набор, допустим, там, патронов и боеприпасов к оружию, то охотник не имеет права иметь при себе другие виды патронов. Правильно? Да. Если охота осуществляется, допустим, на зайца, то установлено то, что данная охота проводится с дробью и установлен запрет на ношение охотничьих патронов с снаряженных пулей либо картечью. Как вы считаете, современная охота – это сегодня все-таки хобби для населения, либо способ как-то поправить материальное положение, обеспечить семью продуктами? Ну, скорее всего, это будет хобби и активный отдых, поскольку стать охотником на сегодняшний день не так-то и просто. Необходимо сдать экзамен, пройти медицинскую комиссию на право владения оружием, получить разрешение на право хранения и ношения оружием, заплатить пошлины, затем добраться к месту охоты, перед этим купить оружие, боеприпасы, то есть затратное дело, и все-таки, скорее всего, это будет хобби и активный отдых. Знаю, что в борьбе с нарушителями сегодня помогают изменения в природоохранном законодательстве, ну а также, конечно, методы работы сотрудников инспекции охраны животного и растительного мира. Что можете сказать по поводу этих моментов? Как я уже говорил, предусмотрена уголовная ответственность за транспортировку диких животных. То есть раньше за транспортировку не могли, так понимаю, до 2014 года привлекать к этому виду ответственности? Нет, не могли, и браконьеры могли... Пользовались этим. Пользовались этим, могли незаконно добыть какое-либо дикое животное, поехать домой, оставить оружие, переодеться, вернуться, взять эту дичь и свободно перемещать ее. Но на сегодняшний день уже предусмотрена уголовная ответственность, если это крупная дичь, по стоимости, по таксам свыше 100 базовых величин. Также в текущем году претерпели изменения статья, которая предусматривает административную ответственность, и за повторное нарушение, за ношение запрещенных орудий охоты, как мы уже говорили, пуля-кортечь при охоте на ненормируемые виды, увеличиваются штрафные санкции, вплоть до лишения специального права охоты. Я думаю, что нашим телезрителям, людям, у которых есть в друзьях охотники, следует внимательнее относиться к их просьбам. Спасибо вам за конструктивный разговор. Я думаю, что он был полезен многим нашим телезрителям. Спасибо вам. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец». Подборка происшествий, которые попали в объективы камер мобильных телефонов, регистраторов и систем наружного наблюдения со всего мира. Видео очевидца из Испании. На заснеженной дороге между Севирией и Мединой несколько водителей потеряли управление. В мост врезался грузовик, а в металлическое ограждение – легковой автомобиль. Жители южной части страны оказались не готовы к неожиданному снегопаду. Это видео ДТП из Словении. На Люблинской кольцевой дороге с путепровода упал грузовик. В автоцистерну в неуправляемом заносе врезалась легковушка и столкнула ее с 40-метровой высоты. Фурой управлял водитель из Венгрии. Он погиб. В Индии лоб в лоб столкнулись два поезда – электричка и подвижной товарный состав. Пострадали 16 человек, включая одного из машинистов. От удара у электропоезда приподнялось несколько вагонов. Из них стали выбегать люди. Но, к счастью, жертв удалось избежать. Проводится расследование чрезвычайного происшествия. В США поезд протаранил грузовик, застрявший на переезде. Водитель до последнего пытался завести двигатель, но когда понял, что дело не выгорит, выскочил из кабины. Локомотив пробил полуприцеп, разорвав его на две части. Никто не пострадал. Но авария вызвала задержку в движении поездов. Инцидент расследует полиция штата. Снова штат, и водитель школьного автобуса разошелся не на шутку. Сначала выкинул из машины игрушки, а затем и непослушного школьника. Взял его за воротник и вышвырнул прямо на тротуар, чем вызвал возмущение очевидцев. Прохожие начали бронить водителя и стали защищать ребенка. Но все прояснилось, когда малышу помогли подняться. Оказалось, это был не школьник, а взрослый мужчина, только карликового роста. Водитель автобуса был дико возмущен такой наглой маскировкой пассажира, которая помогла ему бесплатно добраться до города. А это урок о том, как не надо экскаватору съезжать с трапа грузовика, если нет сходней. У этих азиатских рабочих все пошло не так. Во-первых, во время спуска на дыбы встал сам грузовик. Во-вторых, экскаватор начал соскальзывать с трапа и опрокинулся на бок. А затем и вовсе скатился прямо в канаву, совершив большой кульбит. Надо сказать, рабочим повезло, что техника встала на гусеницы. Но все равно пришлось вызывать эвакуатор. Пример того, что и велосипедная дорожка не всегда может гарантировать безопасность. В Квинсе автомобилист, обогнавший мотоциклиста на шоссе, сбил велосипедиста. Водитель заехал на полосу, предназначенную для движения велосипедов, и попросту догнал мужчину, который крутил педали. От удара велосипед отлетел в сторону, а велосипедист упал на асфальт. Виновник наезда скрылся. Очевидцы оказали пострадавшему помощь и вызвали скорую. А вот уже дорожный инцидент, попавший на видеорегистратор автомобилиста из России. Мужчину подрезал водитель Мазды, который нагло начал перестраиваться. Автолюбитель, видимо, не на шутку оскорбился и решил поквитаться за нанесенную ему глубокую психологическую травму. Вышел из авто, открыл дверь машины противника и ударил его по голове. В общем, началась настоящая дорожная дуэль, в которой сошлись два офисных воротничка. Тот, что был в синем костюме, нанес удар с разворота, но это не остановило ход драки, а только подогрело чувство разгоряченных водителей. Дуэлянты стали передвигаться по проезжей части, словно боксеры по рингу, обмениваясь хуками. Мужчина в черном костюме поквитался со своим обидчиком, повалив его на асфальт. Что сказать? Несмотря на внешний приличный вид, оба показали свою культуру во всей красе. Разнимать дрочунов пришлось водителю газели. В Кювейте злоумышленник получил ожоги после того, как попытался поджечь чужой автомобиль. Сначала мужчина разбил заднее боковое стекло машины, затем разлил в салоне горючую жидкость, а когда попытался ее поджечь, полыхнуло так, что пламя вырвалось даже из авто. Поджигатель едва унес ноги, но запись камеры наблюдения помогла отыскать виновника. А это пример того, что не стоит дразнить быка, даже если его сдерживает ограждение загона. Доски легко могут треснуть, и тогда задире придется не сладко, как этому футбольному фанату. Лучше бы он не пил пиво после матча своей команды. На сегодня все. Следите за происшествиями Гомельского региона вместе с Дефакто. Увидимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова